Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это программа «Рай, истинный и ложный доверительный разговор о зависимости наших детей от наркотиков, от алкоголя, курения, различных религиозных культов». И я напомню нашим радиослушателям о том, что наша программа вместе с Федеральной службой наркоконтроля, управлением по городу Москве, начала цикл передачи «Беречь детей от наркотиков». И я хотела бы анонсировать в какой-то степени уже знакомую нам сотрудницу, начальника службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления Федеральной службы наркоконтроля Елену Алексеевну Коткину, немного в новом таком амплуа, амплуа с ведущей. Моей с ведущей программы «Рай, истинный и ложный». Ну и я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что при этом ничего не поменялось. Вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. И то, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «Уберечь детей от наркотиков». Меня зовут Коткина Елена Алексеевна, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании управления ФСКН России по городу Москве. Кроме меня в сегодняшнем разговоре участвуют, как обычно, Александр Михайлович Простокишин, заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. А также приглашен для участия в нашей сегодняшней беседе председатель неправительственного совета национальной безопасности России Александр Георгиевич Огневцев. Здравствуйте. Здравствуйте. А также сотрудник третьего отдела службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Загоровский Виталий Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – роль общественных организаций в системе первичной профилактики наркомании. Мы уже частично затрагивали эту тематику в наших беседах, но вместе с тем, как показывает практика и как показывает заинтересованность ваша, прежде всего, уважаемые радиослушатели, эта тема очень интересна, наверное, потому что институты гражданского общества – это как раз те институты, которые, в общем, мы можем отнести себя в случае определенных обстоятельств и, прежде всего, нашего желания. Нахожусь вот под впечатлением до сих пор о фестивале, 18-м международном фестивале «Радонеж», который состоялся в ноябре. Вот, и будем мы сегодня говорить о общественных организациях, но не могу вот пару слов не сказать вот об этом фестивале, которые, кстати, вот работы этого фестиваля активно сейчас пользуются общественными, в том числе, организациями в антинаркотической профилактической работе. Напомню радиослушателям, что вот в этом фестивале отборочной комиссии в конкурс было отобрано 32 работы, в телеконкурс – 37, в информационной программе участвовало 14 фильмов, и вот были представлены широчайшим спектром ведущих телекомпаний, киностудий, таких как «ВГТРК Первого канала», «Россия-1», «Культура», «Звезда», «МТРК Мир». Очень интересной работой была православная телекомпания «Союз», «Свердловская киностудия», участвовала «Украина», национальная телекомпания, всем известная такая еще по советскому времени киностудия имени Александра Довженко, телерадиовещательная организация «Союзного государства», информационное агентство «Белорусской православной церкви», «Краснодарская киностудия», высшие курсы режиссеров и сценаристов «ВГИКа». В общем, такой букет работ потрясающий мы получили, вот все, кто присутствовал на этом фестивале, получили колоссальную духовную такую подпитку. И мы тоже вот не удержались и вне конкурса, вне номинации отметили дипломом нашего управления фильм «Меня это не касается» про Таирея Александра Новопашина, настоятеля Новосибирского собора во имя святого благоверного князя Александра Невского и духовного руководителя епархиального реабилитационного центра в Новосибирской области. Вот хочется сказать, что вот эта работа, меня это не касается, мы ее активно используем и рекомендуем использовать в антинаркотической профилактической работе. Эта работа позволяет задуматься над той проблемой, которую мы сегодня будем обсуждать, задуматься и сделать свои выводы, что ты делаешь для того, чтобы исправить вот эту напряженную наркоситуацию в регионе, в стране, в городе, во дворе, в доме, в подъезде. Вот. И здесь я бы хотел сказать, что большим помощником вот в этой работе, которая, конечно, должна проводиться не только органами исполнительной власти, вот здесь большую помощь, кроме волонтерских движений, проводят и общественные организации. Чуть более двух лет назад состоялся президиум Госсовета Российской Федерации по теме усиления противодействия потреблению наркотиков среди молодежи. Тогда тема остро поднималась на данном форуме, и я вот буквально приведу несколько тезисов, которые в своем докладе президентам были отмечены, которые, в принципе, достаточно наглядно иллюстрируют ту наркоситуацию, которая сложилась и остается по настоящее время. Вот президентам было приведено, что по данным ООН, более 100 миллионов человек в мире употребляют наркотики. Если говорить о России, то по экспертным оценкам, 70% лиц, употребляющих наркотики, это граждане в возрасте до 30 лет. И за последние 5 лет возрастной порог лиц, употребляющих, впервые употребляющих наркотики, опустился до 11-12 лет. Вот это было отмечено президентом. Кроме того, ежегодно в России совершается около 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так наглядно мы видим, если отдельные регионы рассматривать, то в ряде регионов каждое четвертое преступление, вот представьте, да, общеуголовной направленности связано с незаконным оборотом наркотиков. И вот президентам на вот этом форуме было определены 4 вектора первоочередных задач, векторы приложения усилий, что мы должны сделать в ближайшее время. Первое направление было обозначено как значительное понижение спроса на наркотики в молодежной среде. Она достигается через мониторинг, определение новых методик проведения в антинаркотической профилактической работе. Вторым вектором была обозначена активная антинаркотическая пропаганда. Здесь речь шла о работе с группой риска, поддержке волонтерского движения, поддержке общественных организаций, вот я подчеркиваю вот это направление, вот, развитие программ здорового образа жизни молодежи и усиление профилактической работы в школах, учебных заведениях и так далее. Третий вектор – это направление на раннее выявление потребления наркотиков. Тогда впервые стали говорить о тестировании, мы уже знаем, что многое уже сделано у нас в стране и в каждом субъекте Российской Федерации. И четвертый вектор – это лечение, реабилитация и ресоциализация. То есть, если вот проанализировать те передачи, которые уже были в эфире в рамках цикла «Уберечь детей от наркотиков», то можно увидеть, что практически по всем вот этим четырем векторам мы беседовали со специалистами. Мы видим, что это не просто говорильня, а что уже есть определенные результаты. Но самое главное, мы видим, куда же дальше еще двигаться. Есть интересные новые проекты. И, в принципе, более подробно, так как уже цикл нашей передачи подходит к логическому завершению, хотелось бы сегодня окончательно о теме волонтерства и роли и места общественных организаций в антинаркотической профилактической работе подвести к логическому завершению. И сейчас я передаю слово своему коллеге, который как раз вот занимается, согласно своим функциональным обязанностям, вот этому направлению. Управление, как мы уже говорили, активно сотрудничает с общественными организациями. Вот, Виталь, скажите нам, вот с кем наиболее активно мы сотрудничаем? Потому что я-то, конечно, знаю присутствующие у нас сегодня в разговоре люди, но вместе с тем наша аудитория наверняка задаст такой вопрос, а кто же вот именно те субъекты, которые помогают нам осуществлять эту профилактическую деятельность в городе Москве? Ну, среди таких организаций присутствуют как молодежные движения, так и общественные организации. Из молодежных движений можно выделить таких, как «Молодость России», «Молодая гвардия». Также общественные организации – это Центр социальной правовой поддержки молодежи «Бастион», антинаркотический проект «Право на жизнь», Центр интеллектуальной собственности группы «ВИЮР», а также вот Неправительственный совет национальной безопасности России, представитель которого вот находится с нами сейчас в студии. Притом надо справедливо подчеркнуть, что вот эти организации, большинство этих организаций имеют опыт более 10 лет работы, да? Да, совершенно верно, тем более, что вот я напомню нашим радиослушателям, что как раз о деятельности военно-патриотического клуба «Русь» рассказывал президент данного клуба Игорь Волокитин, который поддерживал с нами этот разговор в студии вместе. Вот именно тогда говорилось о том, какова особенность работы, которую ведет данный клуб. Когда мы говорили о роли общественных организаций при осуществлении профилактической работы с детьми именно на территориях, можно сказать, в жилом секторе, там выступал у нас Коротков Влад, который как раз рассказывал о центре «Бастион». Немножко могу сказать о том, что с организацией «Право на жизнь», которую возглавляет Сергеева Екатерина, мы тоже достаточно активно уже длительное время сотрудничаем, вместе проводим профилактические акции, такие как «Сегодня модно быть здоровым». У Екатерины есть свой, так сказать, фестиваль духовный, в рамках которого идет формирование не только патриотической составляющей развития нашей молодежи, но и духовного тоже развития, это тоже очень важно. Хотел, кстати, по этому фестивалю пару слов сказать, он действительно уже не один год проходит, и он статус уже, по-моему, международного имеет, потому что там участники из других государств показывают свой профессионализм, и вот что бы я хотел сказать вот об этом фестивале, называется «Истоки», это грандиознейшее такое событие, это не только вот демонстрация номеров на сцене, при том различные жанры, танцевальный, театральный, там, чтение художественное, вокал, исполнение на музыкальных инструментах, но кроме этого всегда в фойе представлены великолепные, интересные выставки народного творчества, и где можно своими руками пощупать, потрогать народный промысел, понять, что это такое, какая история за этим стоит, какой все-таки быт был, у нашего народа. Вот фестиваль потрясающий очень. Да, совершенно верно. Кроме того, вот у нас хорошее взаимодействие, активное взаимодействие с Ассоциацией Витязи, которая тоже имеет достаточный опыт работы, он более 20 лет, и в 15 субъектах Российской Федерации представлена эта организация. Кроме того, мы можем сказать, что вот Ассоциация Витязи, помимо того, что это, в общем-то, военно-патриотический клуб, они тоже проводят активную работу по развитию, по формированию духовной составляющей. Вот именно я хотел тоже подчеркнуть здесь, духовной составляющей здесь уделяется очень много внимания, и аудитория, с которой они работают. Я просто был поражен, начиная там с 4-летних возраст, да, заканчивая 80-летними. То есть я видел, как достаточно взрослого, пожилого человека посвящали Витязи. То есть у них вот эта процедура такая, ритуал посвящения Витязи, произношение клятвы определенной там. Вот, это уже как бы последний, наверное, этап в посвящении. А до этого надо провести определенную работу. Духовная составляющая тут имеет, наверное, где-то 50% от тех задач, которые они должны выполнить, что-то осознать там, провести какие-то мероприятия. И только осознанно уже подойти вот к такому ритуалу, как произношение клятвы присяги. Да, совершенно верно. И вот, Александр Михайлович, я хочу сейчас вот с вами поговорить, а с нашим радиослушателем посвятить их в то, что вот мы, когда сотрудничаем с этой организацией Ассоциация Витязи, то есть у нас было мероприятие не только проводимое с детьми, а, в общем-то, еще и с родителями. Вот как раз одно из первых мероприятий, которое вот Московское управление в Центре первичной профилактики наркомании провело, это как раз было с родителями вот этих вот деток, которые занимаются в этом клубе. И я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, недаром говорится, что все, что зарождается в семье, в дальнейшем передается и проецируется в общество. И вот те родители, с которыми мы беседовали, с которыми мы говорили о будущем их детей, и, в общем-то, будущем нашей страны, в которой мы живем, и о будущем тех детей, которым мы передадим бразды правления. В общем, это очень важно. И там вот люди, которые, не побоюсь этого слова, с очень высокой гражданской своей позиции, которые четко уверены, что ребенок должен получить все необходимое в своей жизни. И самое-то главное, начинать он должен и получать вот эти азы, наверное, не в школе, а вот именно в той ячейке, маленькой ячейке общества, в которой формируются его основные социальные вот эти его позиции. И абсолютно вот об этом же мы говорили, когда, если вы помните, была встреча с руководителем клуба «Гладиатор», с Федюкиным Сергеем Санычем, и Черкасовым Гедальем Михайловичем, президентом проекта «Неприкосновенный запас. Дети отчизны». А как раз вот и они, когда работают с трудными подростками, с ребятами, которые попали на учет в детскую комнату милиции, то же самое, ведь те же самые формы и методы используются. И большой акцент уделяется вот именно семейному воспитанию, хотя вот именно в их работе здесь как раз и мы отмечали, что, как правило, это семья неполная. И, как правило, в первую очередь это безотцовщина. И я помню, как Сергей Александрович подчеркнул, как раз это прозвучало в речи президента на сборе Селигера, когда молодежь собирала и обсуждала там актуальные вопросы. Там как раз и было подчеркнуто, что, в принципе, вот зарождение фундамент духовности в семье, конечно, в первую очередь это делает отец. И если в семье отца нет, то вот эта маленькая семья, она уже становится уязвима в том плане, что дурное влияние, неправильный вектор развития и так далее. Неправильное понимание, наверное, мужского начала. Наверное. Вот это вот, что самое главное, это сформировать в человеке, чтобы четко понимали, вот именно, что ты мальчик, что ты будешь нести ответственность за семью, а роль женщины и роль будущей женщины, матери, в общем-то, наверное, конечно, здесь большей части дает мама. Но уж коли мы-то заговорили об этом, я хочу еще сказать, что в московском управлении есть очень хороший опыт общения с такой общественной организацией, как театр «Люди и куклы». Вот у них настолько мощный, грамотно поставленный с позиции психологии спектакль, который, вот, что называется, для детей до 10 лет. Это вот как раз вот эта вот профилактика с маленькими детьми, которая очень тяжело проводить, но вместе с тем у нас есть вот этот вот хороший опыт взаимодействия вот с этой общественной организацией, и где они на простых примерах добра и зла проводят вот эту вот очень мощную с нашей точки зрения, не только нашу, и, в общем-то, и хорошую оценку по деятельности получила и департаментом образования оценена, и министерством образования. Но вот так вот мы плавно-плавно, постепенно переходим. Александр Георгиевич, наверное, к вам, да? Вот вы возглавляете достаточно большую такую общественную организацию. Расскажите нашим уважаемым радиослушателям о ее деятельности, ну, о нашем точках соприкосновения и, наверное, о перспективах. Любая организация, которая работает на перспективу, она, соответственно, четко должна, во-первых, это понимать. То есть вот расскажите как бы вот об общей концепции своей работы. Я в этой работе, начиная с 1976 года, и на моих глазах с моим личным участием произошли очень многие события, о которых сейчас можно уже говорить. В частности, если касаться неправительственного совета как общественной организации, Общероссийского союза общественных объединений и Общероссийского общественного движения, то эта организация была создана по инициативе достаточно большого количества людей, которые ко мне обратились, прежде всего, за помощью в борьбе против распространения наркотиков и наркомании. И так совпало, что в 1999 году меня пригласили в администрацию президента Российской Федерации, где состоялся разговор о том, чтобы была создана и большая неправительственная организация, и действующая рабочая программа с хорошими названиями, для того, чтобы эта организация и программа стала инструментом помощи правоохранительной системе Российской Федерации. Вот тогда я придумал название Неправительственный совет национальной безопасности России и открытый урок против наркотиков. Это всем понравилось. Я изложил концепцию, предоставил в администрацию президента, они одобрили эту концепцию, и после этого организация была зарегистрирована. И действительно, она стала в первую очередь помощью государственным учреждениям и правоохранительной системе. В уставе организации записано, что работа проводится совместно с органами государственной власти, совместно с Русской Православной Церкви, и проводится на безвозмездной основе. Это основное условие. За всё время работы нигде, ни в одном месте я не попросил ни одной копейки, ни у одного человека. Наоборот, мы, можно так говорить, тратили своё время, потому что мы понимали, что очень ответственный момент стоит перед страной, и необходимо преодолеть барьер наркотизации. И вот здесь я хотел бы, может быть, если это удобно, подчеркнуть совместную работу со священниками Русской Православной Церкви. И причём я бы начал это делать издалека. Самое крупное в нашей стране мероприятие проходило в 1990 году в Совинцентре с участием ведущих телепрограмм «Взгляд», с участием руководства тогдашнего нашего государства. И вот тогда на этот саммит, я был одним из организаторов этого саммита, я пригласил, не спрашивая никого, священников Русской Православной Церкви. Это церковь всех святых на Соколе. И, вы знаете, вот тогда я первый раз в то время столкнулся с тем, что многие на меня просто зашипели, начали задавать вопросы. А ты зачем их пригласил? Что они будут у нас там делать? Вы знаете, вот как-то меня терзали, терзали. И когда наступил момент уже самого саммита, это Совинцентр, Хамеровский центр, центральное телевидение, два члена Политбюро, ведущие телепрограмму «Взгляд», и все ждали, что приедут православные священники. Причем, вы знаете, как ждали со знаком «плюс» и со знаком «минус». И так получилось, что во время торжественной части, когда она закончилась, в зал, где находилось почти две тысячи человек, через боковые двери не вошли, а, вы знаете, в золотых одеждах вплыли два православных священника. Я спустился со сцены и пригласил их. И они в течение десяти минут сказали такие слова, что, вы знаете, зал, минутная пауза, минута приблизительно была пауза, а потом овация. И вот эта овация продолжалась, наверное, пять минут. И этим ответили тогда на вопрос, зачем пригласили православных священников, потому что ко мне вопросы после этого отпали, и далее почти во всех наших мероприятиях участвовали православные священники. Вот здесь я бы хотел, может быть, даже подчеркнуть акцию «Калининград против наркотиков» и акцию «Переслав Залезский против наркотиков». В акции «Калининград против наркотиков» участвовал епископ Балтийский, владыка Пантелейман. Он тогда руководил епархией Русской Православной Церкви. Вы знаете, мы тогда столкнулись с такой проблемой. Нам поперёк дороги стал нарканон и саентологи. Они практически прессовали нашу всю работу и не давали работать всеми путями, оговаривали, всё что угодно делали. И мы тогда посовещались с владыкой Пантелейманом, и он мне сказал, а давай-ка мы пригласим лидера тогдашнего нарканона к нам в Калининград для участия в одной из наших программ. Я ему задал вопрос, а зачем, для чего мы зададим, может быть, им определённую рекламу? Он сказал, нет, не за этим. Я с ним в церкви поговорю. И поговорю очень серьёзно. И вы знаете, я пригласил лидера тогдашнего нарканона в Калининград на репетицию первого открытого урока против наркотиков, который проводился совместно с правительством Калининградской области при поддержке администрации президента, при участии мэрии Калининграда, при участии священников Русской Православной Церкви, Калининградского государственного университета и я его привёз в церковь, где его ждал владыка Пантелеймон. Я отошёл, наверное, метров на пять, и я не могу сказать, какие слова ему говорил владыка Пантелеймон, но этот лидер, причём очень известный, очень сильный человек, наверное, минуты через три упал перед ним на колени. Владыка положил руку на его голову и дальше ему что-то говорил. И вы знаете, после вот именно такой встречи, буквально через несколько месяцев, лидер тогдашнего российского нарканона отказался от своей работы в нарканоне, отказался от участия в деятельности Церкви Саентологии, занял непримиримую позицию в отношении этих деструктивных организаций, и дальше он начал сотрудничать с Русской Православной Церковью. Вот такой пример, он показателен, потому что это участие активных людей в активной работе против наркотиков. Почему мы говорим об общественных организациях? Да потому что население учится в них работать против наркотиков. Общественные организации аккумулируют активную часть населения, и эти люди получают там знания о работе против наркотиков. Очень хорошо, что вы подчеркнули вот эту проблему, связанную с Саентологами, Александр Георгиевич. Совсем недавно мы выступали с Еленой Алексеевной на межведомственном заседании комиссии, которое создано при Департаменте образования, и как раз поднимали вот эту тему. А сейчас с вступлением в законную силу федерального закона в образовании 41-я статья предусматривает обязательное проведение антинаркотической профилактической работы в учебных заведениях. И когда вот такая задача вдруг, скажем так, внезапно была поставлена перед преподавательским составом, преподавательским корпусом, естественно, они сразу стали искать, а кто им поможет выполнить эту задачу. А мы параллельно отслеживали, мониторили ситуацию в Москве и обратили внимание на то, что сомнительного вида организации, очень похожие на саентологическую составляющую, пытаются предложить свои услуги в проведении первичной профилактической работе, и именно желание у них было реализоваться в учебных заведениях. Фактически, вот хорошо, что мы вовремя обратили на это внимание, мы проинформировали об этом соответствующие органы исполнительной власти, и об этом мы как раз говорили на вот этом межведомственном совещании, о том, что надо, конечно, выбирать, кого приглашать для проведения вот этой работы, и у нас полнейшее понимание сейчас с департаментом образования, сейчас четко выстроен такой эффективный фильтр, который, ну, я надеюсь, даже скажу, что уверен, наверное, что сегодня, в частности, вот в московском регионе, вот такие организации, о которых вот вы сейчас говорили, они не попадут со своим продуктом. Вот, извините, что я вас перебил, но вот не мог держаться, вот пару слов сказать об этой проблеме. Я поддерживаю вас, Александр Михайлович, особенно, вот, возвращаясь к теме фестиваля, который вот радио не прошел, фестиваль духовного кино. Вот если вы помните, Александр Михайлович, наши радиослушатели, там выступала матушка, которая сказала очень сильные слова, на мой взгляд. Вот это как раз пойдет, наверное, в подтверждение или в усиление тех слов, которые сказал Александр Георгиевич сейчас о воздействии русской и православной церкви на человека, на организации. Так вот, матушка сказала следующее, что мы все живем в обществе, мы все имеем души, мы все имеем тело, но что-то вот как-то в последнее время все больше и больше происходит того, что мы друг друга обижаем, раним, колем. И вот она применила такую метафору и сказала, что если снять с нас сейчас все и добраться до сути, так вот там, наверное, будет не душа, а оболочка, которая покрыта ржавчиной. И вот этой-то оболочкой мы друг друга и раним. А для того, чтобы избавиться от нее, нужно терпение, покаяние, нужно четкое понимание и консолидация. Вот я, наверное, вот это хотела сказать. Не могла не отметить тоже. Вот для себя отметила и делюсь своими впечатлениями. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в студии заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве Александр Михайлович Простокишин, председатель неправительственного совета национальной безопасности России Александр Георгиевич Огневцев, а также сотрудник третьего отдела службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Московского управления наркоконтроля Оскаровский Виталий Васильевич. Александр Георгиевич, наверное, слово опять передаем вам, потому что мы вас прервали, я думаю, что у вас еще есть что сказать. И я всегда подчеркивал и подчеркиваю, что общественные организации должны в этой теме работать непосредственно с органами теперь уже Госнаркоконтроля России, потому что это главная государственная организация, которая ведет защиту нашего населения от наркоагрессии на территории нашей страны. И, естественно, эта организация должна контролировать все процессы, которые связаны с работой, в том числе и против наркотиков. И органы Госнаркоконтроля, в том числе через общественные организации, передают часть активной информации населению для того, чтобы население могло пользоваться проверенной, настоящей и достоверной информацией. Именно в этом является ключ к работе общественных организаций, потому что, опять же, приходилось сталкиваться с тем, что одни организации говорят вот так, а другие организации говорят вот так. Когда задаешь вопрос, простите, а почему вы выстраиваете свою позицию в отношении, скажем, той же наркомании на основе мнения зарубежных специалистов, причем специалистов непроверенных, которые говорят, знаете, такие простые вещи. Да вы не беспокойтесь, русские, вы успокойтесь, потому что наркомания, это на всю оставшуюся жизнь бороться не нужно. Нужно делать так, чтобы вред просто от наркотиков был более мелкий. И нам приходилось сталкиваться с даже такими вещами, когда на стенах общественных организаций висели плакаты, на которых было написано «Чистый шприц, чистый укол, чистый героин». И когда задаешь вопрос руководителю организации, а зачем вы это написали? А мы таким образом детей учим. Простите, а какое учение для наших детей вы проповедуете в этом отношении? Ну, это программа снижения вреда. И вдруг выясняется, что это программа лидера американского движения по легализации наркотиков Джорджа Сороса. И вот эти проблемы, они вот так вот связаны. Они, знаете, вот определенное время, как враги окружили наши общественные организации, терзая их на части, предлагая различные деньги, все что угодно, только чтобы они несли или передавали народу именно такую информацию. И таким образом они блокировали достоверную информацию, которая поставлялась правоохранительной системой. Вот сейчас уже с этим частично разобрались. И в этом большой успех последних шести лет работы, которая, вы знаете, вот как схватка между нашими и ненашими произошла. Я бы хотел еще подчеркнуть, что в 2001 году президент России приравнял угрозу распространения наркотиков на территории России к угрозе национальной безопасности. Это состоялось в мае на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. Вот это отправная точка. После этого был создан госнаркоконтроль, после этого начали аккумулировать и собирать все силы для борьбы с национальным бедствием в нашей стране и включили общественные организации в пропаганду здорового образа жизни. Почему я говорю о пропаганде здорового образа жизни? Потому что именно это волевое, сильное начало является большим подспорьем в борьбе за каждого человека в нашей стране. К примеру, совместно с управлением ФСКН России по городу Москве у нас только в этом году состоялось несколько больших мероприятий спортивных на территории нашего города. Это чемпионат Москвы по косике каратэ весна этого года, а затем уже управление ФСКН России по городу Москве пригласило общественные организации к участию в параде боевых искусств, который состоялся в спортивном зале ЦСКА. И это тоже одна из составляющих профилактической работы с населением города Москвы. Потому что, с одной стороны, это показывают, об этом говорят, и всегда здесь присутствуют сотрудники, офицеры органов Госнаркоконтроля России. Это наши друзья, это наши союзники, это наши соратники. И в то же время я всегда говорю, что это и наши контролеры, это те специалисты, которым мы обязаны подчиняться и которые обязаны проверять нашу работу. Мы должны честно перед ними отчитываться. Если работа как-то строится по-другому, то она дает негативный результат. Спасибо, что Вы напомнили как раз об этом мероприятии как парад боевых искусств. Действительно, вот такая была идея, это был первый шаг. Но мне кажется, мы, наверное, я вот уже провожу переговоры с теми участниками того парада, которые являются учителями целых направлений боевых искусств. И мне кажется, было бы полезно раз в год вот такое мероприятие проводить. Оно очень полезно в плане просвещения для молодежи, показать, какие направления, какие стили есть. Притом, там были предоставлены вниманию и русские национальные стили, которые зарождались и в Древней Руси. Там показаны направления, современные, восточные направления. Но учитывая, что у нас страна многонациональная, и там, где давались комментарии вот этими мастерами, это же не просто было показано какой-то там спортивный ката, там очень квалифицированные были комментарии. И они заслуживают внимания, потому что те движения, которые есть в каких-то стилях восточных, мы видим такие же аналоги и в нашем древнерусском стиле. И вот это все объяснялось, разъяснялось, и для молодежи это очень полезно, очень здорово. И мы постараемся вот такой фестиваль проводить ежегодно. Вообще хочу сказать, что вот московскому управлению, в отличие от других территориальных органов, очень повезло. Знаете чем? Что Александр Георгиевич Огневцев проживает в Москве. Потому что вот такой ресурс мы используем. Не уверен, что, может быть, мы еще на 100% используем. Вот. Но понимаем вашу загруженность. И знаю, что вот вы говорили об этих атаках, которые были 7 лет назад, 5 лет назад. Но вот мне известно до сих пор, что на сайты, которые у вас идут по вашей общественной организации, там, где вы освещаете антинаркотическую, профилактическую вот эту составляющую, тоже до сих пор идут атаки, стараются опорочить вашу деятельность, вплоть до порно каких-то ссылок, картинок там и так далее. И вам приходится еще заниматься вот этой проблематикой. Ну, понятно, что самая лучшая форма обороны – это нападение, что они и делают. То есть они отвлекают ваш ресурс на то, чтобы вы вот занимались не тем, чем хотелось бы заниматься. Да, и на то, что надо, вот уже не остается времени. Но, тем не менее, Александр Георгиевич, мы вот хочу пользусь случаем, хочу выразить вам благодарность за ту работу, которую вы проводите. Вот еще радиослушателям хочу сказать, что вот Александр Георгиевич неспроста, наверное, сейчас поднимал вопросы нашего сотрудничества по линии спорта. Он, в общем-то, не сторонний наблюдатель данного процесса, а у него есть свои определенные заслуги. Правда, Александр Георгиевич? То есть вы каким видом увлекаетесь? Я являюсь вице-президентом Федерации Коськи-Карата России, но с шести лет я занимаюсь тайцзицуань. И здесь я имею звание гранд-мастера тайцзицуань. И по этой теме я веду бесплатные семинары для лиц, которые пострадали от наркотиков. Это своеобразные революционные семинары, потому что это направление считается в мире одним из ведущих в области реабилитации лиц, пострадавших от наркотиков. И дает возможность достаточно быстрого восстановления организма после, знаете, такой страшной, разрушительной работы, которую провели наркотики в организме человека. Это не мои слова, это во всем мире, это признанная практика. Потому что сейчас у нас уже разделили медицинскую часть реабилитации и саму реабилитацию, социальную часть реабилитации. И если используются традиционные виды работы с человеческим телом, то именно это дает результат. Потому что поверженный мозг, он может быть включен через тело человека. И то, что предоставляет, я не говорю сейчас только про традиционные, я говорю про активные занятия спортом, именно это предоставляет возможность, дает шанс человеку, может быть, уже из того разрушенного организма, сделать через тренировки, через занятия спортом, себя заново и получить шанс вернуться к нормальной жизни. Многим это удается. — Хочу подтвердить, что касается в отношении Тадзюсуань. Это такая несложная, скажем так, гимнастика. Там и дыхательные упражнения, плюс определенная динамика. Но это очень плавное. Я почему так подробно об этом говорю? Потому что я в свое время, в 90-е годы, получил диплом инструктора. И имею право преподавать вот этот стиль. И сам каждый день провожу вот этот комплекс упражнений. Вот насколько мне известно, в Китае каждый китаец с утра просыпаясь, в 5 утра, в 6 утра можно увидеть, что они выходят от мала до велика и выполняют вот эту производственную, скажем, такую гимнастику. Ну, такие известные, как форма 24 Тадзюсуань. Этому даже в школах учат. Вот, в принципе, у нас тоже есть и национальные такие направления, которые можно было бы применять. И вот немного забытая производственная гимнастика. Раз гимнастика в школах. К сожалению, забытая. К сожалению, забытая, но надо возрождать. Да. И, кстати, вот если вот это возродить, производственную гимнастику, гимнастику в школах для детей, а тем более они сидят перед компьютером. У них уже сколиозы в первом, во втором классе появляются, да. Вот, вы знаете, работа со своим телом, это уже тоже будет, наверное, какая-то форма профилактической антинаркотической работы. Это тоже первый шаг в этом направлении. Ну, а как же, то есть мы уже говорили вот в наших прошлых беседах о том, что восприятие идёт через открытые каналы. А вот это один из каналов именно восприятия правильной, положительной, методически правильной информации. Ну, мне кажется, что у наших радиослушателей уже, наверное, сложилось общее впечатление о том, с кем мы сегодня разговариваем, что это человек с громаднейшим опытом проведения профилактической работы. И с громаднейшим желанием помогать людям. Да, вот это вот настолько ценно и важно, что спасибо вам огромное, Александр Георгиевич. А ещё я хотела бы задать вопрос Виталию. Вот мы, в общем, много уже перечислили организаций, но с учётом того, как вот правильно отметил Александр Георгиевич, что очень много есть и деструктивных организаций. Всё-таки какая вот ещё у нас есть в Москве организация, которая могла бы тоже достаточно, наверное, квалифицирована, проверена государством, вот так вот штамп, да, если так можно применить. То есть организация, которая работает именно тоже не только по линии профилактики, по наркомании, но, в общем-то, и профилактики вообще, наверное, всех правонарушений, достаточно активная в своей деятельности. Ну, из таких организаций хотелось бы отметить общероссийскую организацию, такую, как Офицеры России, которая помогает не только проводить профилактическую работу, но и непосредственно работу по борьбе с распространением на территории города Москвы, распространением наркотических средств и аналогов. Хотелось бы сказать, что в данной организации создан и уже второй год функционирует Центр по борьбе с наркотиками. У них есть телефон доверия, куда могут обращаться граждане и сообщать информацию как о листовках, допустим, с номерами телефонов по распространению спайсов, так и о непосредственно подозрительных личностях, людях, квартирах. Непосредственно эта информация, она аккумулируется и регулярно направляется в адрес управления. Данная информация проверяется, работа не стоит, проводятся активные мероприятия по проверке и предотвращению преступлений, основанных на этой информации. И потом опять-таки, вот как здесь двойная связь идет, то есть мы делимся своей информацией по отработке полученных материалов, вот именно этим центром, то есть общественной организацией при офицерах России. А телефон горячей линии, я хотела бы его озвучить, Центр по борьбе с наркотиками Общественной организации офицера России 8-495-229-42-80. 8-495-229-42-80. К сожалению, наш разговор сегодня подходит к концу. Мы говорили именно о нашем обществе, мы говорили о роли каждого из нас в нашем обществе, о том, чем мы можем помочь не только нашему государству, а в общем-то и нашим детям, нашим близким, нашим родным. Мы живем в своем мире, каждый, у каждого своя семья, но соединяя совместные усилия вместе, мы можем достичь очень многого. И напоминаю еще раз, любите своих детей, любите своих родных и близких, только любовью можно победить весь негатив, который встречается вокруг нас. И я еще раз напомню нашим радиослушателям, что в нашей сегодняшней беседе принимали участие заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве Александр Михайлович Простокишин, председатель неправительственного совета национальной безопасности России Александр Георгиевич Огнецов, а также сотрудник третьего отдела службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления наркоконтроля Загоровский Виталий Васильевич. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. А я, это Коткина Елена Алексеевна, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании управления ФСКН России по городу Москве. До свидания. До свидания. До свидания. Я хочу сказать, что, еще раз, общественная организация – это мощный ресурс в антинаркотической работе. Дорогие радиослушатели, до свидания, храни вас Бог. До свидания. А нашим радиослушателям я напомню, что это программа «Раистинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задать свои вопросы, поделиться мнением можно на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, а через тире текст вашего вопроса. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания. Зачем забываться Про ошибки других Цветные мечты Провожать на перроне А лучше ценить Каждый прожитый миг Простому дождю Подставляя ладони Скажи навсегда Всем наркотикам нет Зависим ли путь От ненужных пристрастий Сумеешь детей Уберечь ты от бед А сердце открой Ты для веры и счастья Новый день Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами, встречами Друзьями Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами, встречами Друзьями Когда тишина Наполняешь Наполняешь Слова Когда Смысла Нет И один Во вселенной Вокруг Оглянись И Повери в себя Поймешь Поймешь То, что жизнь Человека Бесценна Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами, встречами Друзьями Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами, встречами Друзьями Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...